Здравствуйте, наши дорогие друзья и коллеги! Вы смотрите канал Давай Запишем, у микрофона Александр. Сегодня мы снова говорим о звуковых картах, и на сей раз это будет некое сравнение аудиоинтерфейсов с одним микрофонным входом. Приступаем! Тема выбора карты всегда является острой, и подтверждение тому огромное количество вопросов, которые приходят к нам от вас, наши дорогие зрители. Какую карту мне лучше купить? Будет ли микрофон с гитарой звучать в обоих ушах? Насколько громко будут играть мои наушники? Будет ли у меня всё в шоколаде, если я потрачу не 150 долларов, а 555? И так далее. Итак, сегодня у нас на ринге пятёрка бюджетных аудиоинтерфейсов, с которыми мы сейчас незамедлительно знакомимся. Audient ID 4, Steinberg UR 12, Focusrite Scarlett Solo 3-го поколения, M-Audio M-Track 2.2. Стоп. Маленькая оговорочка. Для этого видео мы были вынуждены взять версию 2.2M, поскольку 2.2 внезапно все распродались. Ну ничего, будем представлять, что здесь один микрофонный вход, один инструментальный и нет никакого MIDI. Это, собственно, всё, чем отличаются эти две версии. Ну и, наконец, Behringer UMC 22. Предвижу вопрос, а где же Roland Rubix 22, Presonus Audio Box 96, Behringer UMC 202 HD? Эти карты у нас будут в другом обзоре. Почему? Да потому что все они отличаются как минимум количеством входов от сегодняшних испытуемых. Этого пока достаточно. А также не спрашивайте, где наши замеры АЧХ. Товарищи, нет у нас осциллографа, да и к тому же сводить мы привыкли не по приборам, а полагаясь на своё ухо и учитывая художественную и музыкальную составляющие, плюс здравый смысл. И простите, друзья, если вы чётко слышите соотношение сигнал-шум или на слух в лёгкую отличаете тип конвертера, не тратьте своё время на просмотр этого видео. Займитесь лучше делами по хозяйству. Кстати, уговорили мы нашу бухгалтерию предоставить нам статистику продаж звуковых карт за последние 365 дней. Это было непросто, но чего не сделаешь для вас, дорогие наши зрители. Итак, знакомьтесь, вот она на экране. Видно, что лидирует Скарлетт Соло второго поколения, но это только потому, что соло третьего поколения в продаже появились не так давно. Да и и поэтому сегодня у нас в обзоре именно соло третьего поколения. Ну и дальше. Прекрасно видно, что все сегодняшние образцы уверенно прописались в первой десятке. Итак, с чего начнём? А начнём с того, что эту пятёрку перечислим ещё раз в порядке повышения цены. Behringer UMC 22. Три с небольшим тысячи рублей. Steinberg UR 12. Восемь тысяч с небольшой копеечкой. Audient ID4. Около девяти тысяч рублей. Focusrite Scarlett Solo третьего поколения. Десять тысяч без какой-то сотни. И, наконец, M-Audio M-Track 2.2 без буквы M. Десяточка ровно. Ну а теперь будем определять, достаточно ли влияет стоимость этих карт на расположение в нашем условном топ-рейтинге. Хоть цена сейчас и является, увы, одним из определяющих факторов при покупке подобных вещей, основные критерии выбора должны быть совершенно иными. Какими? Давайте по порядку. Дабы не испытывать проблем с нехваткой мощи, на этот пункт надо обращать внимание сразу. Ну вот давайте послушаем, как эти карты будут реагировать на очень крутой, но очень тихий Shure SM7B. И сразу скажу, что уровень громкости на всех картах будет выставляться с учётом перспективы попасть в оптимальный для речи диапазон по измерительной шкале, то есть минус 12, минус 6 децибел. Behringer UMC 22. Не могу сказать, какое максимальное увеличение способен дать микрофонный предусилитель этой карты, потому что в описаниях информация либо отсутствует, либо носит противоречивый характер. Поэтому просто подключаюсь и говорю. Тестируем звуковую карту Behringer UMC 22 при помощи динамического микрофона Shure SM7B. Уровень громкости стоит в максимальной точке. Steinberg UMC 12. Заявленный уровень усиления микрофонного входа 54 децибела. Тестируем звуковую карту Steinberg UMC 12 с помощью динамического микрофона Shure SM7B. Уровень громкости стоит в максимальной точке. Audient ID.4. По паспорту усиление должно быть 58 децибел. Пробуем. Тестируем звуковую карту Audient ID.4 с участием динамического микрофона Shure SM7B. Уровень громкости на максимуме. Focusrite Scarlett Solo 3-го поколения с предусилением 56 децибел. Тестируем звуковую карту Focusrite Scarlett Solo 3-го поколения. Речь записывает динамический микрофон Shure SM7B. Уровень громкости максимальный. M-Audio M-Track 2.2 и 55 децибел на микрофонном предусилителе. Тестируем звуковую карту M-Audio M-Track 2.2 с динамическим микрофоном Shure SM7B. Уровень громкости находится на максимальной отметке. Ну что же, услышали, увидели, запомнили. Идём дальше. Усилитель выхода на наушники. Эта тема не даёт покоя многим нашим коллегам и особенно тем, кто предпочитает добывать качество звучания наушников из показателя их омности. Что ж, спорить не будем, не та у нас сегодня тема, а просто возьмём 250-омные уши и по очереди послушаем на всех этих девайсах. Поехали! И вот что я услышал. Behringer UMC-22. О выходной мощности на наушнике сказать ничего не смогу, ввиду отсутствия информации. А то, что услышал, надев 250-омные байеры, так это если не ставить перед собой цель оглохнуть, то можно работать и слушать музыку совершенно нормально. Steinberg UR-12. Ну что сказать, скромненько. Хотя если работать над тем же сведением, может оказаться вполне достаточно. В ином случае покупаем 60-омные наушники и всё будет окей. Ну а цифры из документации это менее 1,5 милливатт на 250 Ом и 6 милливатт на 40. Аудиент ID4. Ну тут всё оказалось по-взрослому. Громкости хватает более чем. И для справки. Плюс 38 милливатт на сопротивление 250 Ом и аж плюс 80 на 60 Ом. Как говорится, выше крыши. Focusrite Scarlett Solo 3-го поколения. Касательно цифр. 250-омные разгонятся на 12 милливатт, 60-омные чуть повеселее, до 46 милливатт. Хотя прослушав небольшой музыкальный фрагмент на 250-омных на максимальной громкости, мне показалось, что этого будет вполне достаточно для комфортной работы без нанесения травм слуховому аппарату. M-Audio M-Track 2-2. Удивительно, но вся инфа по цифрам отсутствует. Поэтому говорю то, что слышал. На максимальной громкости 250-омные звучат достаточно хорошо. Но любителям прослушать музыку прям очень громко будет маловато. Поэтому используйте наушники с меньшей омностью. Про наушники понятно. Продолжаем. Пункт очень серьезный и вопросов по нему просто шквал. Моно или стерео, в одном ухе или в двух ушах и так далее. Не теряем времени, рассказываем, что тут к чему и что показал наш закадровый тест. Behringer UMC-22. Два канала мониторятся сразу в два уха, задержка не обнаружена. Управление балансом между инструментами и компьютером отсутствует. Поэтому придется немного фантазировать и работать с громкостью на рабочей станции. Stenberg QR-12. Всё звучит как положено в обоих ушах. Всё без задержки. Ручки баланса вход-компьютер, как и в предыдущей карте, к сожалению, нет. Audient ID-4. Микрофон и гитара звучат в обоих ушах. Громкости достаточно. Задержка отсутствует. Баланс между входным сигналом и компьютером настраивается тонко и легко. Focusrite Scarlett Solo третьего поколения. Как и у всех предыдущих карт, всё звучит так, как и должно звучать. Никакого разделения гитара в одном ухе, микрофон в другом нет. Задержки тоже нет. Но и управление балансом со звучанием из компьютера, увы, тоже нет. M-Audio M-Track 2.2. Ну и здесь с мониторингом всё в полном порядке. Никаких задержек, всё играет в обоих ушах. Плюс управление балансом инструмент-компьютер присутствует. Продолжаем и переходим к следующим вопросам. Выходы и наличие линейного входа. Начнём с последнего. Как видно, у UR12 его вообще нет. И в некотором роде это минус, с которым придётся жить. Ну разве что он вам вообще в принципе не нужен. Все остальные карты его имеют и подчеркнут только один. То есть линейный стереосигнал на этих коробочках записать, увы, не получится. Что касается выходов. И снова, к сожалению, минусок в копилку получает UR12, поскольку только в ней выходы небалансные. Все остальные образцы имеют нормальный балансный выход. Двигаемся дальше. Сейчас я что-нибудь спою во все эти карты по очереди, приведу полученный результат к единому уровню, и послушаем получившуюся склеечку на предмет разности по звуку. Будет ли она? Вот сейчас и узнаем. Хочется писать и не хочется, В руках опять сто лет одиночества. Да что такое ёлки со мной? Сказал бы что ли доктор какой? То не отхожу от холодильника, В темноте он вместо светильника. То весело без явных причин, Да просто я остался один. Я не могу уснуть вторые сутки, Что будет дальше даже думать жутко. В голове лишь дым, Я не могу больше быть один. Друзья, если вам удалось что-нибудь услышать, напишите, пожалуйста, вместе обсудим. А я перехожу к гитарному тесту. Сейчас мы с вами будем вычислять следующее задержка. Есть она или нет? Клипование. Что замечают и о чём пишут нам многие пользователи. И наконец, как обстоит у нас дело с шумами. Начнём, пожалуй. И что в итоге? Друзья, я попробовал записать гитару во все эти карты, И не столкнулся ни с одной проблемой. А именно, никаких задержек нигде не было, Ни один инструментальный вход не шумел. И что касается клипования, То устанавливая правильный уровень, Его избежать удается. Возможно, кто-то поднимает уровень громкости Из-за того, что слабо слышит гитару в наушниках. И в итоге, да, перегруз неминуем. Но попробуйте заменить наушники на низколомные, И скорее всего, это решит вашу проблему. Ну и последнее, на что можно обратить внимание, Это какие-то фишки и особенности. Из всех сегодняшних образцов наличием таковых Может похвастаться только Audient ID4. Во-первых, это два выхода на наушники, Чего нет ни у одной из представленных сегодня карт. И второй момент, это управление некоторыми функциями Вашей рабочей станции через scroll control, Который вызывается путём нажатия на ручку громкости интерфейса. Где-то в каких-то случаях это может быть полезным. А посему дополнительный плюс этой маленькой коробочки. Ну что, коллеги, попробуем подвести итоговую черту. Испытаний было проведено достаточно для того, чтобы дать объективную оценку всей пятёрки И разложить её по полкам нашего условного топ-рейтинга. Итак, пятое место достаётся карте Behringer UMC22. Слишком как-то всё просто и дёшево. Плюс, если слушать музыку ещё как-то можно на высокоомных наушниках, то с мониторингом при записи дела обстоят не очень. Нет, работает там всё корректно. Но выстраивать баланс крайне неудобно, и процесс записи становится некомфортным. Четвёртое место. Steinberg UR12. Та же беда при записи, что и у предыдущей карты. Очень неудобно выстраивать баланс. Плюс, запаса громкости, конечно, хотелось бы иметь побольше. По большому счёту, если бы не собственный драйвер, то отделили бы они с Behringer 5 место на двоих. Третье место. M-Audio M-Track 2.2. Такое решение было принято из-за того, что за её стоимость хотелось бы иметь что-нибудь поинтереснее и покруче. Всё вроде в порядке, но ничего выдающегося. Второе место. Focusrite Scarlett Solo 3-го поколения. Во-первых, звук в наушниках мне показался каким-то мягким и аккуратным, что наверняка говорит о качестве предусилка. Ну и наличие функции Air на микрофонном входе, это прям классная фишка. Всё остальное тоже в полном порядке. И вот если бы наворотов было чуть больше, то вполне можно было бы лидировать в этом списке. Но есть у нас Audient ID.4, которому и достаётся первое место. Друзья, ну вот правда, без нареканий, ничего лишнего, ничего недостающего. Компактное и удобное. Да ещё и не самая дорогая из всех сегодняшних. Вот примерно так. Ну и традиционно ждём ваших замечаний, комментариев, предложений и вопросов. Пишите, согласны ли вы с нашими выводами. И если где-то не согласны, расскажите почему. На сегодня это всё. Спасибо, что вы с нами. И до новых встреч на канале Давай Запишем. Потому что в описаниях информации либо отсутствует... Стоп, стоп, стоп. Это мы начнём ещё раз вырежем. Behringer UMC-22. Новых... Оооо! Новоходоносор. Никакого разделяния гитара... Откуда у вас этот польский акцент? Да...